Что касаемо организации быта, участников фестивалей, гостей, то сразу предупреждаю, что все фестивали подобного рода, они подразумевают быт чисто туристский. То есть все приезжают, даже гости иногородние приезжают со своими палатками, со своими спальниками, включая посуду, вплоть до того, что там газовые горелки. То есть кто знает, что такое туризм, они понимают, что это. На то время, я думаю, будет довольно-таки тепло, будет тепло, и таких вот бояться холодов не стоит. В общем-то получается, что неподготовленному человеку будет довольно сложно, да? Конечно, конечно. То есть невозможно организовать быт для всех, вставить себе палатки. Конечно, было бы хорошо, если бы нашелся спонсор или какая-то организация, которая действительно занималась прокатом палаток и прочей-прочей, турецкой аудитории. Но практика показывает, что на такие фестивали ходят именно люди те, которые привыкли к такому автономному быту. Существованию. Да. Бывает, проходят фестивали где-то на базах горных каких-то, там где-то какие-то базы отдыха. А мы решили все-таки на берегу, и наш сам лозунг фестиваля «Южный ветер», то есть человек должен все три дня чувствовать этот ветер, эту теплоту нашего края. То есть предупреждаю, что все полная автономия. Единственное, мы кому помогаем, это члены жюри, это у нас россияне будут, мы им как-то будем обеспечивать быт палатки, то есть оргкомитет. Питание соответственно, соответственно, также все гости, они знают, что они сами будут питаться. То есть у нас это уже, ну как, налажено, и люди знают, что надо со своим питанием. Единственное, мы питание организуем для оргкомитета, для гостей и для организаторов фестивалей. Вы знаете, я не буду обещать, но спонсоры нам обещают, что поставят казан, и возможно мы сделаем такой, ну, той казан, один большой пловок, как-то, ну, наверное, в субботу на галоконцерт. Это еще со спонсорами обговорим. А торговля будет вестись необходимым, самым необходимым, там, соки, воды. Да, то есть действительно, все напитки же не наберешь с собой на три дня. Да, да, я еще говорю, что от спонсора будет такая чисто формальная цена, но воду мы завозим именно, либо, ну, я не знаю, какая фирма нам поможет, именно питьевая вода. То есть питьевая вода мы будем обеспечивать от спонсора, в 5-литровых емкостях, чтобы с речки, не дай бог, никто воду не брал. Ну, безопасность, и у нас за этим будет следить МЧС, да, они свяжутся со мной, то есть я буду их уже конкретно обязывать, кто что. То есть пас отряд будет следить, да? Да. Медики. Ну, будем стараться, чтобы к воде, ну, она не такая бурная, но все-таки вода это стихия в любом виде, чтобы она спокойная, чтобы она бурная, все-таки вода стихия. Надо быть осторожнее, мы на поляне будем объявления делать, чтобы вот, ну, следили за детьми. Я думаю, ну, половина из того, что мы запланировали, исполнится. У меня сегодня уже договор с организацией, которая имеет воздушный шар для такой зрелищности. Мы, наверное, будем на поляне запустить воздушный шар, и там будут коммерческие катания, то есть подъемы на воздушном шаре, там на высоту 150 метров. Кстати, было бы замечательно, если бы ваш оператор именно с корзины снял с высоты 150 метров все это зрелище, то есть все это массовое. Было бы здорово, я вот тоже об этом думаю. Потом тоже я говорю с ребятами, ну, это все в частном таком порядке. У нас есть ребята, которые летают на мотопарапланах тоже. То есть я лично уже буду их просить, чтобы они взлетали с поляны и с флагом мероприятия, то есть делали какие-то вроде. То есть фестиваль подразумевает под собой сейчас зрелищность. Конкурс как таковой, он, это конкурс, это прослушивание, это все, это техника такая. А вообще вот по опыту, насколько я много фестивалей посетил, вообще фестивали это общение, это вот эти посиделки, это костров. Сам фестиваль, он состоит из этого общения. Вот у этих костров люди знакомятся, люди поют песни, то есть они сближаются. Основная фестиваль, вот она и есть, я считаю, фестиваль, он вот в этом. А конкурс, это конкурс. Для зрелищности тоже. Катамаран это не каталка, это не катание. Катамаран это спортивное мероприятие. Оно требует очень большой безопасности, то есть все должно быть строго. Я еще раз повторяю, вода это стихия. Я сам организовываю коммерческие сплавы, сам в них участвую. И даже для меня это все-таки большая ответственность и это опасно. На воде только подготовлены люди. Просто позагреем сесть на катамаран в течение четырех часов. Поэтому я хочу договориться с опытными водниками, опять же, для зрелищности фестиваля. То есть запустить на где-то часа 4-3 сплав выше по течению и с финишом именно на нашей поляне. То есть, опять же, зрелищно все эти катамараны будут подниматься. Люди будут ходить, щупать их там. То есть, я считаю, что фестиваль – это зрелище должно быть. Небо не должно пустовать. Я сейчас еду на переговоры уже вот с авиакомпаниями, потому что изъявили желание прыгнуть на поляну. Порядка 12 инструкторов парашютного спорта. Инструкторов. Это еще один элемент, который я все-таки хочу, чтобы он состоялся. Единственное, нужно найти летательный аппарат, который поднимет нас. То есть, я сейчас буду обращаться в СКАТ, если это за помощью Владимира Ивановича, Денисову. То есть, время еще есть, и мы этим занимаемся. Хотелось бы, чтобы все это состоялось. Я что хочу сказать, что поляна довольно-таки вместительные, и я думаю, с местами проблем не будет. Я думаю, 500-600 человек мы вместе, я думаю, без проблем. Милости просим на фестиваль.